привет друзья жалуетесь ли вы жалуетесь ли вы на своих детей на своих друзей родственников мужа жалуетесь ли вы сами себе на самого себя по сути жалость к самому себе это унижение самого себя точно так же как нельзя проявлять жалость к другому человеку это сложно понять но философы уже не один век говорят о том что нельзя сильнее унизить человека чем пожалеть его жалея самого себя вы расписываетесь собственной никчемности собственном бессилии именно поэтому так люди с ограниченными возможностями физическими возможностями не любят когда видят жалость сочувствие звучит это конечно может быть грубо но это правда как только вы допускаете жалость к самому себе а сегодня мы будем говорить об этом вы останавливаете свою жизнь в развитии абсолютно я уверен что у вас много знакомых а может быть и вы сами не дай бог являетесь таким человеком который постоянно чем-то недоволен который постоянно жалуется который постоянно испытывают нехватку внимание к своей личности если эта девушка одно хотя на самом деле последнее время больше появляется таких парней нет ничего хуже для мужчины чем жаловаться ныть по-другому такой мужчина никогда никогда не привлечет к себе женщину самку если хотите потому что в женской природе сидит внутри два инстинкта и самый главный из них материнский инстинкт когда вы жалуетесь девушки с которой хотите иметь отношения вы вызываете у нее какие угодно чувства но никогда не вызовите у нее чувство желание возбуждения к вам все вы будете ассоциироваться у нее с маленьким никчемным человечком который нуждается в защите другими словами вы будете вызывать у нее материнский инстинкт возможно она захочет пожалеть вас но это не имеет ничего общего с тем чего мужчина хочет от женщины и это касается друзья абсолютно всего в жизни чего бы вы не коснулись тренинга если вы жалуетесь на то что вы не используете стероиды а тот человек использует стероиды поэтому вы не развиваетесь вы останавливаетесь в развитии если вы ноете что у вас плохая генетика вы останавливаетесь в развитии больше вам скажу скатываетесь на нет никогда не позволяйте себе оскорблять жизнь жалуясь ноя на какие-то ваши неприятности жизнь друзья на то и жизнь чтобы в ней были трудности чем больше в вашей жизни трудностей тем ценнее и достойнее те результаты которые вы будете достигать преодолевая различные барьеры не важно как они будут проявляться в вашей жизни поверьте чем сложнее у вас жизнь тем вы дисциплинирование я это знаю на себе когда работал на двух а то и трех работах я был более дисциплинирован чем когда сейчас я достиг того что могу не работать потому что я знаю что мне не нужно завтра рано вставать бежать на конвейер как сумасшедший там работать как раб естественно я могу уже лечь попозже спать посмотреть что нибудь лишнее почитать поиграть приставку пообщаться с друзьями но друзья сколько себя помню я никогда не позволял себе жалеть себя чтобы с вами не случилось поверьте жизнь делает только для вас и ради вас поймите это и примите примите именно всем своим существом кожей мозгом любой клеточкой вашего организма душой сердцем всем примите прочувствуйте это и вы увидите как жизнь поменяется сразу поменяются краски ведь можно видеть прекрасное во всем иначе нет смысла жить вообще реально вы отравляете собой своим присутствием своими мыслями жизнь не только себе но и своих близких особенно раздражают люди которые заводят детей а потом на детях отыгрываются отыгрываются чем тем что говорят что вот у меня дети моя основная задача воспитать вскормить меня нет времени заниматься тренироваться развиваться учиться не важно понимаете мысли о чем я говорю зачем тогда ты завел этих детей ребенок не для того чтобы стать вам обузой и это не ваша собственность это личность точно так же как и вы были для своих родителей мы почему-то всегда всегда играем в двойные тройные стандарты некрасиво это и неправильно всегда нужно контролировать в первую очередь свои мысли свои эмоции тем мы и отличаемся с вами от животных жизнь и смысл человека не в том чтобы дать потомство это может любое животное смысл в том чтобы научиться контролировать самого себя в этом если хотите высшая магия жизни научиться контролировать себя в любой ситуации любую ситуацию воспринимать как положительную вот высшее искусство жизни видеть во всем позитив говно видим и чувствуем мы все очень просто и легко а ты попробуй увидеть среди всего этого безобразия или мрака который творится в твоей жизни тот позитивный лучик который во всей этой темноте светит тебе и зовет тебя к себе понимаете мы всегда можем развиваться вверх нет предела совершенству можно упасть на самое дно и ниже уже не опускаться но предела совершенству саморазвитию нашему с вами нет и первое что вы должны уяснить самое важное принять для себя это то что наша мысль материально и это уже доказала физика современная квантовая механика все мы это извините что-то с горлом сгустки энергии и какую энергию вы из себя представляете гнилую болотистую жижу или яркий свет яркий луч то что мы думаем это что находится внутри нас притягивает к себе то что вокруг нас это тоже уже давно неоспоримый факт не нужно друзья видеть во всем негатив старайтесь не общаться с такими людьми которые приносят в ваш жизнь негатив которые ноют на себя вот как мне почему я еще затронул эту тему перешел недавно ученик один от другого тренера нормального успешного тренера не скажу что сильно грамотного но смысл не в этом тренирует он людей тренирует люди довольны но я спросил парня почему в чем причина почему ты ушел от него он говорит что просто элементарно не мог выносить больше общения с этим человеком почему а потому что он всегда тренер жаловался на свою жизнь постоянно чем-то он недоволен постоянно у него какие-то проблемы хотя поверьте мне нормально он там живет и нормальные у жизненные обстоятельства ситуация у него не чем не хуже чем у многих других людей или лучше нормально живет американец жена прекрасная ребенок но находятся люди и таких людей очень много которые всем постоянно недовольны самый простой пример который я привожу очень часто я жил когда еще в общаге работал на автовазе был у меня друг хороший парень из деревни действительно хороший парень но пропитан негативом от и до я ни разу не видел чтобы он чем-то радовался чем какому-то событию жили мы естественно в общаге и решил он жениться нашел девушку которую любил естественно событие такое да не у каждого в жизни встречается любовь тем более взаимная в общем поженились они был я у них свидетелем на свадьбе и собрали они довольно таки приличную сумму в рублях на тот день и после свадьбы он спросил моего совета что дело с деньгами не знаю почему я ему посоветовал вложить все деньги в доллары и что вы думаете проходит два дня и случается вот первая девальвация рубля когда рубль рухнул доллар просто взлетел просто там космически увеличив сбережение тех людей кто хранил свои деньги в валюте в долларах ну и что вы думаете я думаю человек доволен счастлив но он не очень доволен его спрашиваю что случилось то и сделал что эти посадки он говорит да сделал но поменял только половину то есть половина суммы только поменял и вот он из-за этого переживал недоволен то есть человек не переживала того что у него есть деньги за то что эти деньги увеличились увеличились на приличную сумму все равно да насколько настолько что он купил себе квартиру и они из общаги переехали смогли переехать в собственную квартиру но все равно человек недоволен и я его встречаю очередной раз мы еще работали тоже на соседних участках игр лег что ты часто недоволен ты съехал с молодой красивый любящий тебя и которую ты любишь женщину твоей женой в квартиру с общаги радуйся наслаждайся на что он мне ответил да вроде все хорошо но вот машины у меня нет друзья если вы делитесь вернее все мы делимся на пчел и мух если вы хотите быть на позитиве то относите себя к пчелкам которые видят цветочки мед везде прекрасную жизнь или спокойно тогда живите в своем дерьме как мухи питайтесь этим дерьмом но отодвигайтесь от нас от нормальных людей которые не хотят видеть весь этот негатив негатива в жизни хватает не нужно быть семи пядей во лбу чтобы видеть этот негатив и еще смотришь на людей которые ноют жалуются возводят это вообще в культ причем преподносят вам то что они неудачники это с со смаком таким они смакуют они кайфуют от этого преподнося это как какую-то добродетель вообще маразм просто ну ладно друзья мы то с вами положительные люди тренируемся видим во всем прекрасное попробуйте писать стихи попробуйте рисовать картины вырезать что-нибудь по дереву лепить из пластилина попробуйте стать источником света для себя в первую очередь и для своих близких вы не представляете как поменяется ваша жизнь во всем спорте в бизнесе в личной жизни и вы будете только только благодарны всегда вы должны быть благодарной жизни увидимся следующий раз тренажерном зале спасибо что смотрели